всем привет с вами магазин горные вершины меня зовут андрей и сегодня мы поговорим о такой важной детали велосипеда как педали собственно педали велосипеда это та деталь которая передает усилие от ноги велосипедиста на трансмиссию и таким образом осуществляется движение чем же они все отличаются друг от друга и на что стоит обратить внимание при выборе сейчас рассмотрим поподробнее хочу сразу отметить что велосипедные педали продаются парами так же как и например ботинки и в паре педали одна педаль левая а другая правая важный момент на левой педали левая резьба а на правой педали резьба право поэтому обратите на это внимание когда будете устанавливать или снимать педали с вашего велосипеда также хочу дать вам один маленький совет при установке педали всегда смазывайте резьбу густой смазкой это предотвратит их прикипания и в дальнейшем это упростит их снятие и так глобально все велосипедные педали можно разделить на два больших типа это педали контактные и педали которые называются топталки ну и начнем мы пожалуй стоптала топталками такие педали называются потому что усилие на них передается путем нажатия ногой на них сверху такие педали вы можете использовать с любой обувью желательно чтобы это была обувь с плоской подошвой во избежание соскальзывания ноги из педаль педали топталки отличаются друг от друга прежде всего материалом из которого они изготовлены и уровнем исполнения их они бывают самые простые сделанные из пластика на насыпных подшипниках бывают даже самые такие дешевые педали даже не подшипник там капролоновая втулка скольжения сделано это самое общее дно более прочные педали сделаны из порошкового металла педали сделаны из высокопрочного пластика которые уже имеют промышленный подшипник и различные варианты алюминиевых педалей на одном или двух промподшипниках. Также бывают различные варианты педалей, которые складываются. Это удобно при хранении и транспортировке, ну и чаще всего их ставят на складные велосипеды. Из плюсов педалей начального уровня можно отметить лишь два. Это то, что они недорогие и доступные. Из минусов таких педалей можно отметить то, что они достаточно плохо крутятся, они довольно хрупкие и быстро выходят из строя. Педали среднего уровня выполнены из более качественного материала. Подшипники там, конечно, тоже насыпные, но они получше. Крутиться они будут лучше, ну и, соответственно, ходить они будут немножко дольше. Ну и самым хорошим вариантом будут педали на промышленных подшипниках. Они отлично крутятся, сделаны, как правило, из наиболее качественных материалов, будут долго ходить. Ну и есть варианты, которые прям очень легкие. Хотелось бы отметить, что хорошая топталка это всегда широкая платформа и наличие съемных шипов, которые вы можете при необходимости поменять. Благодаря таким особенностям шанс того, что ваша нога соскользнет с педали в процессе езды, минимальный. Вообще, для новичка такие педали, конечно, так себе история, потому что если нога соскользнет где-нибудь на кочке, то это достаточно больно. Ну и теперь мы переходим к контактным педалям. Такие педали бывают двух видов. Для горного велосипеда, они еще называются МТБ, и для велосипеда шоссейного, который носит название РОД. В чем же основная фишка контактных педалей? Благодаря таким педалям обеспечивается жесткая связь между ботинком и велосипедом. Таким образом, вы можете не только давить на педаль, но еще ее и тянуть. Тем самым у вас будут задействованы разные группы мышц, и в конечном счете вы будете меньше уставать при езде на дальнее расстояние. Принцип устройства контактных педалей достаточно прост. Он представляет из себя, собственно, саму педаль и ответную часть педали, которая называется шип. И эта ответная часть крепится в специальное место на вашем велоботинке. Из вышесказанного сразу становится понятно, что контактные педали нужно использовать со специальной велосипедной обувью, потому что в обычной обуви ездить на них нет смысла и неудобно. Чтобы понять, как это работает, нам нужно это все собрать. Как я уже говорил, шип устанавливается на велосипедный ботинок в специальные места. Причем он устанавливается таким образом, чтобы вот этот носик смотрел строго вперед. Вы также можете отрегулировать положение шипа в зависимости от ваших предпочтений и вашего удобства. После того, как мы прикрутили шип к нашему ботинку, мы уже можем встегиваться в педали. Для этого шипом на ботинке мы упираемся в переднюю часть педали и делаем легкое нажатие пятки. Вот, собственно, все. Теперь наши маги надежно зафиксированы на педалях. А что же делать, если нам надо остановиться и снять ногу с педали? Легким движением пятки в сторону, вот таким вот мы выстегиваем ботинок из педали. Для того, чтобы регулировать усилия встегивания и выстегивания, на педалях есть регулировочный винт. Вы можете сделать это усилие больше или меньше. Контактные педали для горного велосипеда в большинстве своем имеют вот такую вот форму, чтобы туда меньше забивала грязь и они лучше работали в экстремальных условиях. В данном случае это шимановские 540-ые педали. Теперь контактные педали для шоссейного велосипеда. Принцип работы у них такой же, как и у педали МТБ. Однако они отличаются по своей форме. Также они отличаются по форме шипа, с которыми они используются. И, понятное дело, они будут использоваться с другой велообую. Чем же обусловлены эти отличия? Основная идея в том, что контактные педали для шоссейного велосипеда не используются в грязи и они должны обеспечить большую площадь соприкосновения ботинка с педалью для лучшей передачи усилия. Но если вы являетесь счастливым владателем горного велосипеда и не определились, на каких же педалях вам будет кататься комфортнее, существует универсальное решение. Это комбинированные педали. Они представляют из себя, собственно, с одной стороны педаль контактную, а с другой стороны платформу топталки. Вы можете их использовать как с велообувью, так и с обычной обувью. Ну и из минусов таких педалей понятно, что рабочая поверхность у нее будет либо с одной, либо с другой стороны, в зависимости от типа обуви, которую вы используете. Это может быть не всегда удобно. Ну и в конце хотелось бы отметить то, что шипы к контактным велосипедным педалям вы можете приобрести также и отдельно от педалей. Они продаются. Выбирая шипы к велосипедным педалям, прежде всего стоит обратить внимание на то, какой именно педали шип выбирается, либо горная, либо шоссейная. Обратить внимание на то, какой производитель, потому что в зависимости от производителя шипы тоже могут отличаться. И если это шипы для шоссейных педалей, обратите внимание на то, что они отличаются по углу разворота в зависимости от того, какой уровень вашей подготовки. Ну вот, пожалуй, все основные моменты, которые хотелось бы отметить касаемо велосипедных педалей. Если у вас остались какие-то вопросы, вы всегда можете их написать нам в комментариях, обратиться к нам в магазин. Ну и, конечно же, не забывайте подписываться на наш канал, ставить нам лайки. А с вами был магазин «Горные вершины». Я Андрей. Всем пока!